Сегодня в шоу. Вы страждаете от осенней хандры. Тетяна Литвинова подскажет, как с ней бороться. Благодаря этим двум компонентам наш торт будет, я тебе уверяю, серотониновой бомбой. А также Роман Медный расскажет, какие компоненты должны быть в складе шампуня, чтобы он мог упориться с проблемами вашего типа волосся. Астрингенты стягивают поры, уменьшают выработку кожного сала и таким образом снижают жирность волос. А просто сейчас вы купите специальные косметические средства для своих детей? Дознайте, на какую небезопасность вы их наражаете. Если вы используете такой шампунь, то у детей может возникнуть сердцевая судина недостатность, гастриты и даже выразка шлунка. Здравствуйте, мои хорошие! Наши эксперты, как всегда, готовы вас удивлять. Порой даже самые заботливые родители используют для гигиены своих детей хлор, растворитель и другие опасные вещества. Не хотите оказаться в их числе? Тогда будьте очень внимательны прямо сейчас. Страшно представить, но детский крем может вызвать у ребёнка дерматит. Шампунь – аллергию, а присыпка – вообще бесплодие. Сегодня наш эксперт Костя Грубич научит выбирать родителей безопасную косметику для детей. А ещё у меня в гостях звёздные мамочки, да все красавицы какие! Даша Трегубова, Полиночке уже почти два года. Лиля Ребрик, у которой доченька, и ей год. И Юлия Ганжа, Варваре 8 месяцев. Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что пришли. Когда приходит время выбирать детскую косметику, а детям только детскую качественную, нужно определить, какая безопасная, а какая может причинить вред здоровью. Давайте начнём с шампуня. Дашенька, ты же, Полиночке, уже шампунем моёшь голову? Да, достаточно давно. У меня Поля родилась с достаточно такой массивной шевелюрой. И я при уже первой возможности, когда я поняла, что ребёнку исполнился год-год чем-то, стала покупать и детский шампунь. Дашенька, наша снимательная группа, и ты это чудово знаешь, побывала в тебе в гостях, и мы стали святками, и мы стали святками, как Даша мила голову своей донечки. И то, что мы увидели, давайте подивимось просто сейчас. Спасибо. 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 И вот сейчас, когда Даша понесла Полиночку витирать голову, наши агенты спотарфовали крупным планом склад шампунь. Что же там написано было? Мы всё расшифровали, и это на тумбе перед Дашей. Она ничего не видит, и мы сейчас будем поступово рассказать, что всё хорошо с этим складом. Даша, как ты выбираешь шампунь? За какими принципами? О, Боже мой, честно говоря, именно этот я выбрала по бутылочке, даже не посмотрела на состав. Детский шампунь, бутылочка красивая, ребёнку понравится. Я подумала, что... Интуитивно, вот так по-женому, просто за принципом эстетичным. Ну, я уже не знаю, судя по ужасу, который я себе представляю там впереди, я думаю, что я по-дурацки выбираю шампунь. Нема зайвого. Надя, Даша чинила абсолютно природно, так, как делает большинство мам. Но, всё же таки, в складе некоторых шампуней есть компоненты, которые просто таки небезопасны для здоровья, особенно для будущего здоровья, детей. Какие это компоненты? Мы их заховали в этих черных скриньках. Даша, как думаешь, что это такое? Я даже не знаю, что сказать. Нет только один вопрос. Если я это подниму, на меня это не приятно. Нет, ничего плигать не будет. Я лишь скажу, что в вашем шампуне может меститься, а может, тебе посчастило, что его там и не имеет, этого компонента. Но такой компонент есть у многих шампунях. И этот компонент при тривалом использовании, хотя бы раз на неделю, он способен высушить дитячую шкиру головы, вызвать лупу, вызвать аллергии и ламписть волосся. А в деяких случаях, у найгирших, и даже в выпаданиях. Открываем. Открываем. И все все увидят. Ну, один из первых небезопасных компонентов, который, возможно, есть в том шампуне, которым ты мыешь голову своей улюбленной полиночки, это хлор. Его получают из хлориды натрия. Как ты считаешь, этот компонент есть в вашем шампуне? Ой, я очень надеюсь, что нет. У меня хлор ассоциируется только с запахом хлорки. И на счастье оказалось, что в шампуне для полиночки нет этого компонента. Фух. Но у нас есть следующий компонент, и он при длительном использовании может вызвать очень тяжкие аллергические реакции. Затруднение дыхания, и это приведет, возможно, если иммунитет слабкий у детей, до астмы. Что это за ужасный компонент, Костя? Это розчинник. Каким образом растворитель может попасть в детский шампунь? И зачем он там нужен, Костя? Розчинник – это та растворитель, которая является эмульгатором. А такие эмульгаторы – это полиэтиленгликоль, пег-8, пег-80, 150 дистерейд – его отримуют из оксида этилена, что есть особенно токсичной, выбухонебеспечной речевиной. Те компоненты, которые Костя перечислили, они могут быть указаны на этикетке детского шампуня. И если вы увидите эти названия, ни в коем случае не покупайте для своего ребенка этот шампунь. Хотя он может числиться как детский. Дашенька, как ты думаешь, есть ли в вашем шампуне этот компонент? Мы же, мне бы очень хотелось как-то сегодня избежать всех трех компонентов, но, наверное, по законам жанра что-нибудь там да найдется. Видно, что сценарную мастерность ты вивчала. Ну, оскільки у нас еще есть третья скринька, то часто в детских шампунях выкористовывают еще одну речевину, яка досы-таки небезпечна для здоровья даже с дорослой женщины, не говоря уже про детей. Небезпечность этой речевины полягает в том, что она способна накопичивать себя в кровоносных судинах, в шлунково-кишковом тракте. И если очень долго использовать такой шампунь, то в весе подлитковом, начиная с 10 лет, у дитини могут возникнуть серьезные проблемы с здоровьем. Какие именно это? Сердцево-судинная недостатность, гастриты, и даже выразка шлунков может выникнуть. Да ужас какой-то! От шампуня, который... И батьки даже не уявляют причины. Да. Вот в чему наибольшая небезпека. А в чем причина? Что это за компонент, Костя? Открывай. Это азотное добриво. Суть в том, что в азотных добривах используются те же самые речевины, которые местятся, могут входить в состав некоторых детских шампуней. А что это за вещества? Таких консервантов может быть много. Они достаточно сложно называются. Это содиумбезонат и диэтаноламин, и еще ряд других консервантов. Виробники нам гарантуют тривальный термин сохранения шампуня, а для этого, если он сделан даже из натуральных речевин, нужно это как-то законсервировать. Как ты думаешь, в твоем шампуне есть эта беда? Если он есть, я его беру, иду в магазин, в котором я этот компонент вместе с шампунем купила, и мою голову там всем продавцам. К сожалению, Дашенька, в составе шампуня Полиночки есть эмульгаторы. Закончуя историю с шампунями, хочу наголосить, все-таки, какие правила выбору. Найперша умова, намагайтеся, чтобы складники были натурального походжения. В склад якісного шампуня мают входить мягкие поверхневоактивные речевины, какие это? Глюкозиды, бетаїни и сукцинаты. Они не подразнуют шкиру, они не викликают слезотечий. И вот как раз, когда пишут, что без слез, это показник того, что у склада вашего шампуня есть как раз эти корисные, поживные речевины. Обираючи шампунь, обратите внимание, что там мое значение, что он рассчитывается на детский pH. А pH дитины, маленькой, буквально, несколько месяцев, это 7. А pH взрослой люди это от 5,5 до 6,5. Потом обязательно выбирайте шампунь нейтрального кольора, чтобы он был без резкого запаха, без отдушек, потому что все эти ароматизаторы, они геть не нужны для наших детей. И завершивши тему шампунь, хочу сказать, что обратите внимание на термин придатности. Ну, наиболее это рик, если меньше, то лучше. Если рик используется шампунь, то там обязательно добавили консерванты. Все-таки можно выбрать качественный шампунь для ребенка, так же, как и качественный детский крем. Лиля, наверное, уже с таким выбором столкнулась. Ты волнуешься? Да, я волнуюсь. Я даже боюсь представить, что меня может ожидать среди компонентов крема. Правда, я очень редко пользуюсь, но как бы есть такое подсознательное понимание, надо. Ну, там, маслечком, кремчиком, иногда надо. Вот как-то так, на интуитивном уровне. Но, посмотрим. Лилечка, мы побывали у тебя в гостях. Я тоже не заметила. И что мы там побачили, подивимся просто сейчас. КОНЕЦ Вот и склад. Мы его сфотографировали. Лиля, все же таки, за каким принципом ты обираешь крем? Хотя бы иногда. Я просто накупила разные фирмы. Вот что мне посоветовали, где-то кто-то что-то сказал. Опять-таки, наверное, запах должен быть нерезкий. Лиля, все же таки, я бы радил керуватися не столько интуицией, хотя без нее куды ж. Сколько знаний. А склад. Треба знати про склад продукту и как той или иной элемент впливает на здоровье нашей дитини. И как ты думаешь, один из небезпечных компонентов, который, возможно, есть у склада того крема, который, хоть ты изридко, но все же таки, возможно, можешь помазать шкиру чудовой Дианочки, может подиять таким чином, что у дитини могут знизиться защитные реакции шкиры. То есть защитный шар может порушиться. И таким чином инфекция может потрапить в середину организма. Как ты думаешь, Лилечка, что это за вещество? Я понятия не имею. Костя, открываем. Вот эту? Это известный всем нам алкоголь. Горелочка. Может, кого-то она и порадует, но в никаком случае и с нашими маленькими детьми. Потому что алкоголь, который, возможно, входит в клее некоторых детских кремов, может порушить защитный шар детской шкиры. И делает ее эффективной для разноманитных инфекций. Лилечка, как ты думаешь, в составе того крема, которым ты пользовалась для Дианочки, есть алкоголь? Я надеюсь, что нету. Обрадуйте меня. В составе крема, которым вы пользуетесь, нет этого компонента, но это еще не доказывает, что этот крем вовсе безопасен, потому что, как ты видишь, есть три компонента, которые в креме могут повлиять плохо на малыша. У меня уже руки тянутся ко второй. Наступный компонент, который часто встречается в Кремах, делает на шкире ребенка водоводштовховую плевку и таким образом закрывает поры ребенка и токсины остаются под этим шаром. Что это такое? Нафта. Это не сама нафта, а продукты нафтопереробки. Это так называемый петролатум, который может быть в складе дитячего крема. К сожалению, нефтепродукты являются частым компонентом как во взрослой косметике, так и в детской. Лилечка, как ты думаешь, в вашем креме есть? Да. Думаешь, да? Не безпредставные побоевания, потому что в твоем креме есть продукты нафтопереробки. На жаль. Это петролатум, и он назначенный на упаковочке, которую мы все постоянно увидели. И на составе крема, который есть на тумбе, около которой Лилечка стоит. Но есть еще и третий компонент. Он выштовхует воду с детской шкиры. Он может вызвать подразнения. При регулярном использовании такого крема, где есть компонент, он может вызвать проблемы не только на шкире, а и заболевания нирок и внутренних органов. Что там? Как ты думаешь? Я не знаю. Давайте посмотрим. Господи, что это? Антифриз? Это антифриз. Потому что до склада антифриз, которая используется как гальмивная в автомобилях, входит та самая веще вина, которая может быть в складе детского крема. Это пропилен гликоль. Это химическая вина, она очень токсична, и она при тревалом использовании может оседать в внутренних органах и руйнувать их. В моем креме нет антифриза. Как ты думаешь? Надеюсь, что нет. И снова интуиция тебя не подвела. Но это хорошая новость, конечно, что в этом креме нет этого компонента. Впредь я буду более бдительной, и я еще прислушаюсь к вашим советам в плане названий, чего избегать, а к чему присматриваться, чтобы это обязательно было в составе. И это стоит сделать абсолютно всем родителям маленьких детей. Абсолютно правильно. Как выбрать качественный, безопасный детский крем для малыша? Есть несколько простых правил выбора качественного крема. В составе хорошего детского крема должен быть норковый жир, виск, природный, а также растительные оливки. Кроме того, может быть пантенол, и оксидцинка. Оксидцинка – это речевина, которая защищает организм от запаления. И пантенол в принципе та самая действия. Не покупайте крем, которые имеют резкий запах. Это в принципе для всей детской косметики справедливо, а особенно для крема. Проверяйте качество упаковки, чтобы она была герметичной, чтобы вы знали точно, кто выработник, чтобы все координаты были значены, и чтобы этот товар был сертификован. Наверное, Юлечке сегодня было тяжелее всех. Во-первых, услышала все страхи ужасов и о шампуне, и о креме. Во-вторых, стояла и думала, какой же я присыпкой для Варечки пользуюсь, да? У меня просто нет слов. Я просто боюсь даже представить, что может быть у меня там. Ты видишь, что у тебя наймолодшая девчинка среди всех тут присутних мам. И присыпкой часто используешься? Ну, в принципе, часто, потому что появляется время от времени попрелость. Как бы даже часто я не меняла подгузник, она все равно появляется. Присыпкой приходится пользоваться многим родителям. Давайте посмотрим, как у Юлечки и Варвары это получается. Музыка. 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 Теперь мы знаем состав и этого средства детской гигиены. Что скажешь, Костя? Ну, я хочу сказать, что среди ингредиентов, которые у склада присыпки, которую Юлечка присыпает свою варю, все ж таки, на жаль, есть некоторые не совсем хорошие компоненты. Если вы часто используете присыпку, у склада которой есть эта речевина, то вы не просто не позбудетеся, ваша дитина не позбудется подразнением, а наоборот, его сделают еще больше и еще глибшим. Как ты думаешь, Юля, что это за речевина? Я даже предположить не могу. Лучше ты, скажи, Костя. Краще один раз побачите. Открывай. Эфирное масло. Начебто это не страшно, но это не страшно для взрослой человека. Но эфирное масло это в любом разе концентрат. А все, что за много, то не очень хорошо для детей. Это может вызвать еще больше подразнение и, возможно, аллергию. Юля, как ты думаешь, есть ли эфирные масла в присыпке, которую ты выбрала для варечки? Ну, я надеюсь, что нет, но, скорее всего, что есть. Сомнения тебя тревожат, но ты можешь быть спокойна на этот счет. Эфирных масел в вашей присыпке нет. А мы переходим до наступной скриньки. Там прихована еще одна речевина. На первый взгляд она совсем такая и безопасная, но для дорослих людей, повторюю, при щоденном использовании, если эта речевина есть в складе дитячей присыпки, она способна створить такую плевку на поверхности дитячей шкиры. А это, так же, как и с нафтопродуктами, будет заважать шкире дитине вольно дихать. Юля открыла крохмаль. Его часто додают виробники до склада присыпки, для того, чтобы просто таки увеличить объем. И если у вас есть кропивница, с которой вы пытаетесь бороться за допомогою тальку, то вы ее только посилите за допомогою крохмалью, если крохмаль есть в складе. Возможно, Юля и не использует крахмал, поскольку в присыпке, которую ты покупаешь, может быть, его и нет. Как ты думаешь? Я думаю, скорее всего, что есть. В принципе, везде. Я просто и раньше замечала, это на упаковках практически на всех есть крахмал. И тем не менее, вам повезло, потому что ты нашла присыпку, хотя и не ожидала, в которой нет крахмала. Но он может содержаться действительно во многих присыпках и так как для детей, так что будьте внимательны. У нас остальная черная скринька, и там прихована еще одна речевина, которая, возможно, может входить в складе тальку. При регулярном использовании протягом года, а то и два, то это может вызвать порушение эндокринной системы. И еще, что очень неприятно, но это факт, но это факт, когда в организм и под шкиру, эта речевина способна накопичивать и потом вызвать аномалии в развитии стативных органов детей. Это очень простой тест, который каждый из вас может сделать самостоятельно дома. И уже незабаром дизнайтеся, какой компонент неакисной детской присыпки может вызвать аномалии в стативном развитии детей. Смотрите завтра, в шоу все будет хорошо. Ваша подруга может разрушить вашу семью. Дизнайтеся, как ее остановить. Стоп, тут уже моя территория и пусть подружка остается где-то далеко. Что наиболее дратует человек в подругах своей обраницы? Это была подружка, которая могла в любой момент прийти в гости, открыть холодильник, взять мои колбаски любимые. Одяг, который вы купите, небезопасный для вашего здоровья. Это сравнимо с тем, если мы наденем мусорный пакет. Соответственно, раздражение, покраснение, аллергия. Запомните, такую футболку категорически нельзя покупать. Эксперты расскажут, как выбрать качественные и безопасные вещи. Первое, на что следует обращать внимание, это... А просто сейчас, смотрите, какого небезопасного компонента нужно уникать, выбирая присыпку для своей дитины. Потрапляючи в организм и подшкиру, эта речевина способна накопичивать и потом вызвать аномалии в развитии стативных органов дитини. Понимаете, насколько это серьезно? Покажи нам, что это такое? Редкий пластик. Редкий пластик. Ну, конечно же, редкий пластик не наливают у склад присыпки. Но дело в том, что у редкому пластику есть тот самый элемент, который может входить до склада не совсем хорошего дитячого тальку. Это фталаты. Они назначаются трьма буквами. Например, BBP латинскими литерами. И если вы видите в складе присыпки вот эти литеры, то я вас закликаю лучше не использовать такой присыпкой. К сожалению, в присыпке, которой пользуется Юля, как она и предвидела, этот компонент содержится. Это видно из состава. Но как выбрать качественную присыпку для малыша? Найкращая дитячая присыпка делается на основе минерального тальку. Запоминали? Минеральный тальк. Далее в складе может входить, и это нормально, если он туда входить, это оксид цинку. Так же, как и в кремах, он имеет оживляющий и подсушивающий эффект. И еще одна порада. Если вы видите в складе дитячей присыпки слово сполучение идентичное натуральному, то это тоже говорит про то, что использовались продукты химической промышленности. Это синтетичные ароматизаторы, они абсолютно не нужны для вашей дитины, потому что они могут выкликать что-найменше аллергическую реакцию. Спасибо, милые мамочки, что вы выдержали это испытание, откровенно рассказали о косметических средствах, которые используете для ваших малышей. Вы теперь можете посмотреть, какой состав шампуня, крема и которые до сих пор были вами использованы. Ну и ваши впечатления хотелось бы узнать. Юлечка, давай с тебя начнем. Ты, по-моему, вообще уже выяснился. У меня нет слов, одни эмоции. Ну, теперь я для себя просто сделала вывод, прежде чем покупать и бросаться на красивую упаковку только после того, как прочитаешь весь текст. Совершенно верно. Юлечка. Я, конечно же, буду продолжать придерживаться интуиции, но все-таки читать внимательно и присматриваться к ненужным словам, которые могут быть в составе. Честно, с сегодняшнего дня просто буду однозначно смотреть на все те продукты, которые не только вовнутрь моего ребенка попадают, но и снаружи его касаются. И вы, пожалуйста, запомните, чего не должно быть в составе детской косметики. И наостанок хочу сказать, что даже наиболее дорогие и наякоснейшие засобы детской косметики могут вместить в себе небезопасные компоненты. Привет! Итак, следующее взвешивание у нас в конце недели. Но я предлагаю готовиться к нему уже прямо сейчас. И не откладывая работу над собой в долгий ящик, уже сегодня хорошенько потренироваться. И завтра, и послезавтра. Чтобы потом в четверг не было стыдно, глядя на цифру на весах. А я в конце тренировки в качестве приятного бонуса открою вам еще один секрет, как можно похудеть еще быстрее. А сейчас вперед! Уже тиждень тренировок щоденников сходнения позаду. Игорь Обуховский невдоволен первыми результатами и теперь подвищает свой контроль над участниками. У тебя болят ягодицы, у тебя тянутся мышцы, у тебя ноги не сгибаются. Он не дает вдохнуть спокойно. Та кто с участниц упоряется с навантажением та отримает комплименты от тренера? Ну, уже немного смешно там со стороны, но там девчонка была козрена. На что пиде Игорь Обуховский, а безрештою замусить команду худнуть? Я думаю, что оно должно помогать. Та найцікавише, через какие кошмары из минулого 26-летняя Юля так боится втратить человека. Вы маете это побачите? Итак, у нас сегодня энергичная разминка. Мы начинаем вторую неделю наших тренировок. Нагрузки будут увеличиваться. Вас это не пугает? Нет. Руки в сторону, напрягаем пресс, мы будем поднимать колено вперед и в сторону. Это движение нужно сделать 10 раз. Раз и два и три. Крепатура сильная, ужасно болят ноги, руки. Чувствую себя роботом. Со стороны это выглядит, конечно, ужасно. Такое круглое создание пытается своими ногами что-то махать. Девять и последний десять. Другой ногой стряхнули ноги и раз. У правил игры очень интересный, потому что если ты не занимался 20 лет или 15 лет, то, конечно, они делают все сложными. Восемь, девять и десять. Отлично. Стряхните ноги. Переходим на легкий бег на месте. Очень мягко приземляемся на пол, колени присогнуты, работаем руками. Ну, это как танец. Раз-два, 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 ха-ха-хи-хи, ха-ха-хи-хи. А вот потом, да, действительно, ты чувствуешь, что у тебя болят ягдицы, у тебя тянутся мышцы, у тебя ноги не сгибаются. Постепенно замедляемся, делаем кик, поднимаем руки вверх, вдох, и вниз выдох. Стряхните ноги, забрасываем голень на колено, присаживаемся вниз, руки в стороны, растягиваем ягодичные мышцы. Другая нога. Как вам ваши результаты? Не нравится. Катастрофа. Я хочу быть такой, чтобы я сама себе подобалась. Чтобы я могла подавиться в зеркало и сказать, вот, сегодня ты класс. Уверен, вы сами понимаете, что есть над чем работать. А вот этим мы сейчас и займемся. Итак, мы разогрелись, переходим к основной нашей тренировке. Руки держим перед собой, шагаем назад, приседаем в выпаде, подтягиваем правую ногу и наносим удар левой ногой. Движение понятно? Да. Тогда приступаем. Поехали. И раз, два. Я вроде бы успеваю за всем, чтобы и синхронно получалось, но во всяком случае хочет у меня отставать. Вот психи, чтобы получалось. Ну, уже только и смешно там со стороны, но... Игорек, ты чего отстаешь? Нужно делать синхронно. И последний. Оп! Встряхнуть ноги. Вдох. Выдох. Мы сразу же опускаемся в положение планка. Ладони на ширине плеч. Пресс напряжен, локти присогнуты. мы будем удерживать планку 40 секунд. Сталки растут. Начинает падать попа, прогибаться спина и подкашиваться руки. Эти 5 секунд, они просто как вечность. Держим, 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 держим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Быстренько подъем. У нас второй подход. Мы нагружаем правую ногу. Вы готовы? Вы готовы? Поехали. Раз. Два. Все, если сейчас скажешь вообще 10 раз, все, я упаду. Музырь подниматься и дальше продолжать. Осталось 3, 2, и последний раз. Без остановок. Сразу в планку. 40 секунд. Итак, опускаемся вниз. Держим, держим, держим. Пресс напряжен. Таз чуть выше. Тянуть живот. Все тело должно дрожать, потому что планка это упражнение, которое воздействует на все мышцы нашего тела. Первые 20 дается с легкостью, а потом остальные начинают труситься руки, ноги отъезжать, расползаться в разные стороны, но потом начинают труситься голова. Я не знаю, почему. Я ненавидела Буховского больше всех на свете. Что такое? Мне нравятся эти звуки. 10, 9, 8, вот, 7, 6, я долго этого ждал. Юля, что такое? Один. Оп! Ты сдалась раньше? А что смешного? Вот лучше бы ты кричала, он правильно все сделал. Молодец. Молодец. Он не дает отдыхнуть спокойно, он всегда там грузит. Я гордилась этим, что у меня уже получалось. Я рассчитала до 40 секунд, и он, бедный, не мог, у него все тросло, он так тросся, ну, он стоял, он выстоял свое, и Юрь его похвалил. Ну, я была рада. О, посмотрите, пот появился у парней. Мне это нравится. Берем гантели. Итак, держим гантели перед собой, мы будем наносить прямые удары вперед. Два удара мы будем делать медленно. Раз, паузу, напрягли мышцы, почувствовали, какие мышцы работают. Два, снова тоже медленно, напряжены мышцы руки, мышцы корпуса, ноги присели, спружинили вниз. И четыре удара быстро. Раз, два, три, четыре. Эту комбинацию мы будем чередовать с бегом на месте. Вы готовы? Да. Вы готовы? Тогда погнали. Раз, два, не отставай, три, четыре. Как мы делаем? Два медленно, четыре быстро. Готов, поехали. И раз, два, темп. Ну, когда я бью, иногда представляю Буховского. Ну, как он говорит, так раз, раз, я ему такая, на тебе, на тебе. Раз, два, три, четыре. Снова. Медленно. Выдох. Дышим, 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 дышим. Только при достаточном поступлении кислорода мы худеем. Вы это помните? Да. Когда осталось последних пять раз, руки вообще не слушались, не ощущала уже ничего, ну, мысль была, надо доделать и все. Просто есть намеченная цель, надо идти к ней. Гантели удерживаем перед собой, бег на месте, постепенно начинаем поднимать колени все выше и выше и выше. Юль, я помню о твоей травме, поэтому ты просто шагаешь с высоким подниманием бедра. Вот так же. Оп. Дышим. Три, два, один. Стряхните ноги. Поднимаем руки перед собой. Удары вперед. Медленно. И темп. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Удар. Удар. Раз, два. Пресс должен быть напряжен. Во время поворотов у нас задействуются косые мышцы живота. Тягивайте живот, напрягайте мышцы пресса, напрягайте мышцы спины и не останавливайтесь, самое главное. Мы сделали с одной маленькой семьей. Получается так, что часом я уже не могу, но могу все сделать, потому что с боку есть Игорь, и кому больше, ну, ему больше это нужно. Он дальше занимается, стоит на стерл, он потихоньку идет до своей мереи. Медленно, медленно. Раз, два, три, четыре. Стоп. Итак, переходим к бегу на месте, напоминая, что это движение мы делаем, уже делаем. Мы хотим сбросить вот это. Вы тоже этого хотите. Юлечка, хочу тебя похвалить, сделать комплимент, потому что на первой неделе ты сбросила столько же, сколько сбрасывали некоторые участники дневников похудения за месяц. Это очень хороший результат, но я все-таки рекомендую тебе рассчитывать свои силы для того, чтобы не перегореть на старте. Договорились? Да. Я стараюсь выкладываться по максимуму. То есть видно после тренировки, что у меня футболка и вся я мокрая. Я сюда пришла работать. Осталось пять. Стряхните ноги. Четыре. Три. Два. Делаем глубокий вдох, поднимаем руки вверх и руки вниз. Выдох. Не, ну она умничка. Я считаю, что она старается. Да, поэтому и результат уже в ней есть хороший. Итак, друзья, мы с вами сделали по одному подходу, выпадав на каждую ногу, правую, левую, и два подхода, удары руками в чередовании с прыжками. Тренировка заняла около пяти-семи минут. Но я понимаю, что для вас это может быть мало, поэтому увеличивайте количество кругов, сделайте два подхода и даже три. Поверьте, вот это будет полноценной тренировкой. А мы переходим к заминке. Важно в конце тренировки растянуть мышцы. Становимся пошире, сгибаем правую ногу и тянемся к левой. Ну, там девчонка была какая-то зряность, там трошки, что вот он постоянно Юлию, а мне было все равно. Она же молодая, она так родила, ей треба похудеть. Наклоняемся вперед, соединяем ноги, сделайте вдох, расслабьте мышцы, опустите их вниз, выдох. Еще раз. Оп! И вниз. Вот такая экспресс-тренировка, очень мощная, очень ударная. Если вам не хватает нагрузки, увеличивайте количество повторений и подходов. Не сдерживайте себя. Ну что, дорогие друзья, я не очень доволен результатами первого взвешивания. Меня порадовала, конечно, Юля. Но я думаю, вся проблема кроется в том, что вы не до конца соблюдали рационы питания, о которых мы с вами говорили. Именно поэтому я приготовил для вас новое задание. Я хочу вручить вам дневники питания. Мне кажется, что загвоздка кроется именно в этом. Спасибо. Каждый день в дневнике питания нужно записывать все, что вы съедаете. Понедельник, завтрак, обед, ужин, вторник и так далее. До конца недели. В конце недели мы проанализируем, в чем подвох. Задание понятно? Да. Будешь все писать? Да. Что мама готовит? Как? Коллеги Горозов, в дневнике питания, у меня была первая думка, что нужно успевать записывать. Как вы думаете, это вам поможет? Да. Надеемся. Думаю, что она должна помогать, потому что это будет самоконтроль. Ты уже будешь видеть, что ты за день не так сделала. С сегодняшнего тренировка мне давалось очень тяжело. Я готова выкладываться на все сто, вылезти из шкуры вон, измениться, как и внешне, так и внутренне, постараться как-то наладить семейные отношения. Просто у нас с мужем на данный момент такое ощущение, что отношения практически на грани краха. Девчина безапелляционно запевняет, падает из них, но утримает человека. Адже сама Микола подарил ей надежду, что станет реальностью ее наизапевтнейшая мрія мать идеальную та счастливую родину. Такую, якой в ней никогда не было. Я видела такое, что и отец себя обливал керосином, пытался поджечь и избивал маму очень сильно. Так, пытаюсь рассказывать с улыбкой на лице, но в душе как бы не очень приятные воспоминания о детстве. Частые ссоры, частые ревности, скандалы, драки, все это на моих глазах. На ее очах татови побои та мемені слезы. У ее души страх та невпевненість у собі. А на теле щодень нові жирові складки тезеві килограма. Никогда не было худого, чтобы там втянуло живот и видно ревни. Отец очень часто ездит в командировки. Он всегда привозит кучу огромную, конфет, печенья. Начинается опять-таки ссоры. Они ссорятся, дерутся. Как улитка в кукан спрятался. Сижу все равно на нычку ем эти конфеты. В 11 классе кувырки нам пришлось задавать, а меня не получать. И мальчики начали смеяться в том плане, что отожрала толстую, жирную задницу. Я думала, что у меня никогда не будет кавалер. Та коли в юлиному житті з'явився хлопец, який вперше звернув увагу на нею як на дівчину, вирішила. Це її єдиний шанс влаштувати особистое життя. Встретила первого мужа. И была как зачарована. И он не говорил того, что там я красивая. Ну и все равно я почему-то оставалась с ним. Я за него платила везде. Ему никогда не было денег. Ну я не знаю, почему он ну такое ощущение, что просто вот как бабочка на свет. Знаю, что и крылья обожгутся, но все равно лечу. И нехай хлопец не вважал ее красуною, не говорил слів кохання та часто дозволяв собі бути грубим с девчиною. Юля была впевнена, ее кохання выстачить на двох. А коли завагитнила, попри те, що майбутній татусь не був у захваті від цієї новини, вирішила народжувати. Если первый аборт сделаешь, возможно, ты больше не будешь иметь детей. Вообще, мне на тот момент уже было 23 года, я уже закончила учебу, уже работала, ну, как бы уже и можно было рожать. Начал говорить, что я толстая, что ты из-за беременности коровеешь. Первый раз я вышла замуж только ради ребенка. Просто хотела, чтобы у ребенка был отец. Я готова была терпеть любые оскорбления. Та Юля не втрачала надії. С появой немовляти, коханый обовязково змінить своє ставлення. Тож на цьому фото Юля найсчастливіша наречена. Проте в той момент дівчина навіть не уявляла, яким жахиттям закінчиться її Василя. Я понимаю, что человек не в адеквате начинает водку с вином просто так в один стакан выпить, пить. Я его прошу остановись. Говорит на меня заткнись, пустая уродина. Мне стало тогда так обидно, больно. Я вижу, он напился и вышел со стола. И тут слыша прибегает папина кма Валя и кричит. Там зять тещу бьет. Я как бежала, я босоножки потеряла. Я стала уговаривать его, говорю, что ты делаешь, ну зачем ты это делаешь? Он арестал меня душить, схватил, повалил. Замість веселых выгуків гирко ветчай душ не крики про допомогу. Замість медового месяца лікарня Нележко. У меня на этой всей почве очень высоко поднялось давление. У меня угроза. Меня везут в Киев, вложат меня в больницу на сохранение. Ко всем приходили муж ягод, а я одна. Вроде как говорю замужем, а мужа нету. Він навіть не приходил до неї в лікарню. А вона все одно сподівалася на родиці їхня спільна дитина и чоловік обов'язково розчулиться та покаяться. Юля и подумати не могла, что найстрашніше ее випробування еще попереду. Далі были 12 довгих и нестерпних годин тяжких пологов. А потім схвальовані очи лікарів, митушня біля новонародженої доньки та страшне холодне перечуття всередині. Мені мамі з папою по телефону твердили, що все буде хорошо. Але насправді вони скривали від мене всю правду. Во время родів вона дуже доді не могла сама пройти через родові пути. З таким діагнозом практично не живуть. Вона умерла. Чоловік так і не прийшов до неї в лікарню. А вона уже і бачити його не хотіла. Їй стало очевидно, він ніколи не любив її, і йому все одно мертва їхня донька чи жива. Розлучення і крапка. І відтепер її життя це суцільний біль та відчай. Депресія мені довго була. Я в себе тоді закрилася. Я навіть жити не хотіла. Я стала заїдати, стала искати утешення в їде. На півроку Юля вимкнула мобільний та майже не виходила з квартири. Та зрештою схвильованим подругам вдалося до неї достукатись. Аби Юля хоча б трохи відволіклась, дівчата затягли її до кав'ярні. Юля і подумати не могла, що саме тоді зустріне чоловіка зі своєї дитячої мрії. Вона підкорила його серце. Підкорила настільки, що Микола впродовж цілого року добивався, аби вона погодилася стати його дівчиною. Юля, яка споконвіку не бачила подібного ставлення до себе, розтанула. Дуже скоро Микола зробив їй пропозицію руки та серця, а вона тримтячим голосом зізналася, що чекає від нього дитину. Дівчинка народилася абсолютно здоровою. Але страхи з минулого не давали Юлі спокою. Жінка геть забула про чоловіка. Шаленіючи від думки, що з дитину щось може статися, слідкувала за кожним її подихом. Депресія вона як такова не пройшла. Вона просто где-то внутрі спряталась. Страшно, допустимо, коли вона там кушає і подавилась, кашляє, починає. Переживала, чому мій дитинок такий красний, я у всіх білої. Ось всі пишуть, що її дитинок в 4 місяці вже переворачивається сам на животи, а у ній не переворачивається. Я, Юлі, кажучи, ти ж не видела цих дітей. Вони пишуть, що хочуть. У них в 3 місяці вже дитинок розмовляє. Дитинок нормальний у нас дитинок. Були моменты, коли вона плакала і коли споминала дитинка ти переживати. Та нещодавно, коли донечка нарешті зробила перші кроки, хвилювання Юлі потроху почало вщухати. Юля відчула, нарешті вона щаслива. Та варто було їй ледве не вперше за весь цей час згадати про Миколу, як була приголомшена. Чоловік до неї охолонував. І Юля знайшла для цього перше зручне пояснення. її набрані за час вагітності кілограма. Нужно мені похудеть, щоб він чувствував себе уверенні со мною. До беременності вона була нямножко худіє і виглядела стройніє. В принципі, я її брав не худенькой. Пришел в 4 утра з роботи, у нього були отключені телефони. У мене було шоу, в нього є другая жінчина. Я працюю старшим мастером в Києвенерго. На других жінчин не обращаю внимань. Мені просто за роботи немає. Мені треба дивитися, щоб ніхто в траншею не упав, ноги не поламав. Якщо він вирішить уйти, то насильно умів не будеш. Але я постараюсь робити все, що як лодка починать тонуть, я як криса не убігу. Проте чоловік вважає, причина їхніх проблем зовсім не у зайвих кілограмах Юлі. просто она більше требователі ко мене стала. Якщо я раніше мог там щось себе позволити, вещи бросати, то сейчас при ребенку нельзя ничего оставлять. Она за этим следит і иногда на мене кричит. Когда она мене начинает ругать за что-то, мне кажется, она мене сейчас убьет, а мене ненавидит. Получається так, чтобы она все внимание ребенку, а меня оставляла без розмовляє різними мовами. И якщо так триватиме далі, і справді до розлучення недалеко. У всьому розібратися та врятувати молоду родину пообіцяла наш психолог Наталя Колоденко. Если ваши результаты вас тоже не устраивают, заведите такие же дневники питания, куда записывайте все, что вы едите в течение дня. Обратите внимание, что в день вы должны съедать не больше 1600-1800 килокалорий, но и не меньше 1200 килокалорий. Иначе ваш метаболизм замедлится. Будьте здоровы! Пока! Пока! Торт от осенней депрессии. Вот чем Танюша Литвинова поддерживает прекрасное настроение даже в пасмурный осенний день. Конечно, с нами поделиться этим секретом. Здравствуй, дорогая! Так вот, почему ты всегда такая сияющая. Торты ешь каждый день. Да. А разве можно сладкое, жирное, калорийное? Можно. Не думала, что ты так ответишь. С утра немножко можно. Тем более такой полезный шоколадный облепиховый торт, который я сегодня буду с тобой готовить на нашей кухне. И с удовольствием поделюсь с вами вот этим шедевром. Подвийный удар по холодной осенней безнадии наносит наш шоколадный торт с облепихой. Першую витаминным натиском бья облепиха. Ягода, в якой столько витаминов и полезных речовин, что лишь вона одна способна заменить аптечку пигулок, как заболевание, противозапельное, ранозагоевание. Вона чудово впливает на моторику шлунку, укрепляет нервовую систему и уповельняет процессы старения. Добивает в том и депрессию не менее сильным ударом король женского задоволения, продукт, в котором ученые нашли гормон того самого счастья шоколад. Такое удивительное поединение в одному торте слабливого шоколада необычное сочетание шоколад и облепиха. По поводу шоколада мы сразу аплодисменты, потому что понимаем, что шоколад это лучшее средство от любой депрессии, особенно для женщин сладкоежек, и мужчин тоже. А облепиха рекордное содержание витамина С это лучший антиоксидант и витамин, который поддерживает и здоровье и настроение тоже. Благодаря этим двум компонентам наш торт будет, я тебе уверяю, серотониновой бомбой. Оровень серотонина снижается в нашем организме с приходом осени и благодаря вот такой вот чудесной подпитке мы можем чувствовать себя немножко счастливее и радостнее. Я с радостью научусь готовить этот торт. И вы тоже, правда? Чем могу помочь? Надюша, мы с тобой начнем с того, что нужно разогреть шоколад. Я обычно это делаю на водяной бане, но так как мне нужно его просто растопить, чтобы он был такой однородной консистенции, я ставлю на самую небольшую температуру и дам ему растаять. Вот эта водяная баня, которая у меня подготовлена, она мне пригодится для того, чтобы загустить крем, потому что у нас будет такой красивый заварной крем из облепихового сока. Я так понимаю, что традиционно, когда мы используем облепиху в рецептах, нам понадобится вот сок с мякотью, но при этом не нужна будет ни кожура облепихи, хотя она очень тонкая, ни косточка, которая просто помешает. Да, и когда срезают облепиху с веточек, ее именно срезают, она такая колючая, видишь, такие вот еще плодоножки остаются, нам все это будет не нужно, поэтому я измельчу ее, а потом протру через сито. Кстати, насчет среза, я, Танюша, у меня есть для тебя хорошая новость. Тараш Пира как-то рассказала об очень интересном способе собрать облепиху быстро и без трудозатрат. Когда уже ударит мороз, ну, а облепиха же тогда становится именно сладкая, вот поспела, да, готова уже. В облепихе много есть веществ, которые делают ее такой терпкой. Да, вот эта терпкость уходит с морозами, да, да, действительно. И в этот момент нужно расстелить полиэтиленовую пленку, большую, под деревом, взять вот такую палку, постучать по веткам, и облепиха сыпется. А ты знаешь, как делала моя тетя Лена со Львова? Это моей мамы троеродная сестра. Они брали старый зонт, старые зонты у них не выбрасывали, вот так вот обстилали кусты с облепихой по периметру и как бы подвешивали, да, привязывали, и тоже палкой вот так вот стряхивали. Представляешь? Я с тобой тоже делюсь секретом, моей тете. Это точно. Кстати, этот торт выходит со Львова. Моя тетушка, тетя Лена, у нее муж, он был участником ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Получил большую дозу радиации и она считала, что облепиха выводит именно радионуклиды. Закармливала буквально облепихой, у нее было множество рецептов из облепихи. Вот этот любимый мой облепиховый торт, это ее рецепт, и я его готовлю очень часто. Я растопила шоколад, буквально, чтобы он растаял. И теперь займусь тем, что мы будем замешивать тесто. У меня есть здесь 250 граммов муки, у меня есть 50 граммов сахарной пудры. Можно использовать сахар, просто нужно будет тесто вымешивать чуть-чуть дольше. Для нашей выпечки мы используем растительно-сливочную смесь. Она обеспечит пышность тесту, а благодаря наличию сливок в составе смеси выпечка получается нежной и мягкой. Перемешиваем сливочное масло с сахарной пудрой и теплый шоколад сюда добавляю. Наш первый волшебный ингредиент. Да. Серотониновый. Вот он. Ну, я правильно поняла, шоколад лучше взять черный для этого рецепта. Да, да, черный шоколад. Чем больше содержание какао-бобов в составе, тем лучше. А сколько, кстати, там его? Здесь 100 граммов шоколада. Плитка шоколада туда. И вот еще тоже плиточка шоколада горького, наверное. Здесь 130, здесь чуть-чуть больше. Даже больше. Это для шоколадного ганаша. Мы будем делать шоколадный ганаш. У нас будет не только шоколадный корж, но еще шоколадная прослойка и облепиховый вот такой вот заварной крем. А все-таки у тебя бывало когда-нибудь осенняя хандра? Да, конечно. Из-за непогоды? Да, сейчас-таки такая дождливая осень какая-то выдалась. И кажется, что совсем нет никаких радостей в жизни. Солнца не видать. Но, Надюша... Мы друг друга спасаем. Конечно. Все, я перемешала. Теперь у меня есть 250 граммов просеянной муки. Я сюда добавляю ее. Я вымешиваю. Тесто получается такое себе шоколадное песочное тесто. Только что, когда я соединила сахарную пудру, масло и шоколад, получилось шоколадное масло. Если бы ты его остудила в какой-нибудь контейнере, то можно было бы намазывать его просто на хлеб. Как же в детстве я любила шоколадное масло. Я тоже как-то объелась. Ох! Если к бутерброду со сливочным маслом я относилась просто с радостью, то шоколадное масло маме приходилось припрятывать иногда. Я все-таки считаю, что ты счастливая от рождения. Родилась в Одессе. Прекрасный город в Украине. Родные у тебя родственники есть во Львове. Один из прекраснейших городов нашей страны. А сейчас живешь и работаешь в Киеве. Ну понятно, столица. И вот если бы вот так вот перед тобой три города поставить... Нет, нет, не заставляй меня выбирать. Нет, только не выбирать? Только не выбирать. Я считаю, что я еще счастливее от того, что я могу сесть за руль моей любимой машины и поехать тогда, когда я захочу в один из этих трех городов. Что я еще и свободный человек. Да. Но в каждом из этих городов есть время, когда там особенно приятно побывать. Конечно, конечно. В Одессе, конечно, летом. Да. В Киеве особенно хорошо весной, когда цветут каштаны. Недаром его называют городом каштанов. Ну, мне кажется, что в Киеве хорошо в любое время года, потому что здесь очень интересно. Ну, это понятно. А во Львове, мне кажется, вот как раз, когда осенние дни и так немного грустно из-за погоды, но аромат кофе и шоколада, который во Львове просто живет, сделает свое дело. Я отправляю его в холодильник минимум на час. Надюшенька, у тебя есть салфетки и руки повытирать? Конечно. Кухонное полотенце. Быстро и без проблем. Я замочила 10 граммов желатина водичкой холодной, чтобы он набух. Он мне пригодится для крема. Ну, нам с тобой часа ждать не придется, у меня есть готовое тесто уже. Волшебница моя. Поэтому я его достаю из холодильника и мы с тобой можем уже выпекать корж. Пока займемся кремом, корж уже испечется. Духовочку разогреть? Да. Спасибо большое. Температура? 180. Ой, такая специальная форма нужна для этого торта. Любая форма, Надюш. Просто у этой есть рифленый край красивый и мне нравится торт этот, чтобы он выглядел все-таки как тарт. Я вот так вот хитро вырежу себе кусочек пергамента, выкладываем сюда корж. Тесто уже настоялось. Я беру частями, оно немного крошится. Как любое песочное тесто. Как любое песочное тесто, да. И формирую тоненький красивый корж. По-моему, это тесто можно использовать и в каких-то других рецептах. Оно такое аппетитное. Печень ушки, да. Оно такое вкусное. Попробуй. Ничего страшного. Я запомнила один из первых уроков по кулинарии на маминой кухне. Она говорила всегда, если тесто вкусное, значит и выпечка будет вкусная. Она всегда пробовала, моя мама, тесто. Я просто обожаю блинное тесто. Я когда готовлю блинчики, я себе рот пластырем заклеиваю. Ничего себе. В нем не так много муки, и оно такое сладкое и нежное. И, в принципе, это тесто, наверное, можно заморозить и сохранить до того момента, как появится опять желание приготовить облепиховый шоколадный торт. Совершенно верно, да. Я так делаю частенько. У меня всегда есть 5-6 видов теста в морозильной камере по случаю. Да. Такой толщины нужно сделать корж, Танюш. Я делаю всегда корж не очень толстым. Ну, вот таким вот, такой вот толщины, не очень большой. Но на самом деле тесто очень-очень вкусное. Поэтому здесь не нужно прям тонкое-тонкое делать, потому что оно тоже дает вот это хрустящее песочное тесто, как шоколадная печенька, оно на вкус. Бортики до самого верха. До самого верха. И вот этот опасный угол 90 градусов хорошенько я приминаю вот здесь, да, чтобы оно не было гораздо более толстым, чем в центре, либо по краю. Единственное, что чуть-чуть толще делайте бортик, потому что он очень хрупкий. После выпекания песочное тесто, оно очень-очень такое живое и хрупкое, поэтому может посыпаться краешек. Вот так вот. Приминаю. И еще раз вспомним то, что мы уже с тобой неоднократно делали на нашей кухне. Это такой вот секретик, чтобы песочное тесто не поднималось, я помогаю себе утяжелителем в виде фасоли, гороха, риса, чего угодно. Ну, либо есть специальные кондитерские шарики продаются, но мы с тобой обойдемся тем, что у нас есть на кухне. 180 градусов, отправляем корж для облепихово-шоколадного торта. И как долго он будет выпекаться? 20-25 минут. А для нас с вами время прилетит незаметно. Мы сегодня готовим настоящую серотониновую бомбу шоколадно-облепиховый торт. Шоколадная часть в духовке. Уже готово. 25 минут прошло, и у нас хорошенько подрумянился краешек. Пока он будет остывать, мы с тобой займемся приготовлением крема. Теперь дело за облепихой. Для этого я воспользуюсь таким чудесным помощником, который у меня сегодня есть. Итак, измельчаем облепихи. Блендер достаточно мощный для того, чтобы с этой задачей справиться быстро и качественно. Да. До какой степени ты измельчила облепиху? До консистенции пюре. Ну, в принципе, сейчас, наверное, самая трудоемкая часть. Блендер за нас. Все сделал? Да. Но нужно же как-то избавиться от того, что не пойдет в крем. Кожура и косточки. Да. Можно покрупнее сито взять, и благодаря тому, что она хорошо измельчилась, сок весь выделился, нам нужно просто его весь отжать. Я не сомневаюсь, Танюша, что ты порекомендуешь нам облепиховый жмых не выбрасывать ни в коем случае. Конечно. Для лимонадов, для чая, для морсов. Сейчас такое прекрасное время, когда облепиху можно купить недорого и практически повсюду. Ну, а как ты сохраняешь ее? Вот так вот отделяю жмых от сока и добавляю просто к соку большое количество сахара. Она у меня как малина перетертая стоит в холодильнике. У нас было 300 граммов облепихи, и нужно тщательно отжать сок, и весь он пойдет в крем, да? Да. Кстати, наш косметолог Олечка Метельская рассказывала о том, как жмых облепихи можно использовать. Это очень полезный, эффективный рецепт. Заходите, пожалуйста, на сайт нашей программы, найдите этот полезный сюжет, вам понравится. Теперь этот сок я выливаю в посуду для водяной бани. У меня есть 5 яиц, которые я тоже сюда отправляю. Я их соединяю так вот венчиком. Но пока не должна вода кипеть. Водяная баня небольшая температура воды, она постепенно будет заваривать этот крем, пусть нагревается, так будет быстрее. 200 граммов сахара. Как только я увижу, что вода интенсивно кипит, уже нужно будет помешивать. А тем временем мы с тобой займемся приготовлением шоколадного ганаша. Я беру 100 миллилитров сливок и немножко больше, 130 граммов шоколада. Даю им соединиться между собой. Мы с Эктором как-то готовили торт знаменитый австрийский, Захер. И там тоже использовался шоколадный ганаш. Было очень вкусно. Шоколадный ганаш используют довольно-таки часто в кондитерской промышленности. И еще желатин, который уже у меня набух. Я обычно этот торт, так как у меня корж из песочного теста, и он довольно-таки хрупкий, я обычно заливаю крем и шоколадный ганаш прямо в форме. Даю ему застыть, так как у меня в составе будет желатин. Он будет иметь плотную консистенцию после холодильника. И шоколадный ганаш тоже будет ее держать. Все, крем заваривается. Шоколад соединяется со сливками. Теперь все время помешивать. Теперь, после того, как я вижу, что появляется такая вот пенка сверху, я добавляю сюда 60 граммов сливочного масла. Для того, чтобы ганаш быстрее остыл, я его переливаю из горячей сковороды в холодную посуду. Обычно даже, когда мне нужно что-то сделать очень-очень мега быстро, я посуду отправляю в холодильник, она у меня там холодная стоит, вот как в данном случае. И это все происходит в два раза быстрее. Это же такая маленькая хитрость. А крем-то, крем загустел уже. Да, ты видишь, как он быстро загустевает, ведет себя как заварной крем практически. Вот. Даю ему тоже остыть какое-то время. После этого можно будет добавлять сюда желатин. Желатин тоже нежелательно перегревать, потому что он потеряет свое свойство. Десяти минут хватит для того, чтобы остыл достаточно и крем, и ганаш. Сейчас холодное время года. На балкон, на улицу вынесло, даже через пять минут он остынет. Так что... А для нас это время пролетит как одно мгновение. Мы возвращаемся на кухню, где готовим сегодня облепихово-шоколадный торт. И вот облепиховый заварной крем. Что нужно сделать? Он уже немного остыл. Он уже остыл. Теперь мы можем смело сюда добавлять желатин. Немного теплого крема, чтобы растворить желатин, и там ни в коем случае не было нигде комочков. А изначально сколько ты взяла желатина на такое количество? Десять граммов. И теперь я растворяю полностью весь желатин, потому что он где-то, видишь, комком взялся. Все, растворился. Весь-весь. Сюда. Все. Шоколадный ганаш остыл. Я его выливаю в форму. Теперь этот ганаш нам нужно отправить в холодильник, чтобы он застыл там. Но мы с тобой такие маленькие хитрюшки, поэтому мы этого делать не будем. Ну, на самом деле, на самом деле, это сделать нужно. Слушай, ну в этом же тоже есть какой-то плюс? Ганаш так мягко соединиться. Просто выливай, ну, мега осторожно и аккуратно, чтобы ни в коем случае не нарушить структуру, потому что будешь, когда нарезать его, будут разводы, понимаешь? Чует мое сердце, придется опять ждать. Нет, Надюша, не придется. Этот отправляется в холодильник, а взамен... Готовый шоколадно-облепиховый торт. Вот он уже застывший и готовый к употреблению. Пока я еще не потеряла дар речи, скажи, пожалуйста, сколько должен постоять в холодильнике шоколадно-облепиховый торт? Ну, я делаю на ночь обычно. Угу. Два-три часа минимум, чтобы желатин успел схватиться. Конечно, ты понимаешь, Танечка, что я могла бы и целиком, но лучше сразу разделить на порции, чтобы я могла себя ограничить. Очень удобный нож. Благодаря специальной форме ручки нож не выскакивает из рук, и резать им одно удовольствие. Вот, попробуй. Боже мой, какой нож, Надя, как он чудесно режет. Все так славно пропиталось, что песочное тесто стало немного эластичным и не крошится. Мы очень скоро попробуем этот торт, а я пока напомню, как мы его готовили. Для приготовления шоколадного торта с облепихой вам понадобится черный шоколад, облепиха, сливочное масло, сахарная пудра, сахар, мука, сливки, яйца, желатин. На водяной бане растопить плитку шоколада, охладить, смешать со сливочным маслом и сахарной пудрой. Добавить муку, замесить тесто и оставить его в холодильнике на час. Тесто выложить в форму, сверху накрыть пергаментом, насыпать фасоль, чтобы корж не поднялся, и выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Для ганаша кусочки шоколада залить сливками, размешать, довести до кипения и остудить. Залить ганашем готовый корж и отправить в холодильник для застывания. Для приготовления крема из облепихи протертую облепиху смешать с сахаром, яйцами и легким сливочным маслом, постоянно размешивая, довести до кипения. Варить на водяной бане до загустения. Затем добавить замоченный желатин. Облепихиваю прослойку, выложить на шоколадную и оставить в холодильнике до застывания. Минимум на 2 часа. Ой, Таня, Таня, и не было у меня депрессии, а теперь еще и никогда не будет. Запечатано. Да, даже вид радостный этого торта уже вселяет веру в то, что хорошее настроение нас никогда не покинет. А если мы еще попробуем, на глазах у моих гостей, то у них начнется депрессия. Мне кажется, вам тоже нужно угоститься. Ну, конечно, нужно. И давайте вместе насладимся этим вкусом. Слушай, мне это даже напоминает что-то среднее между суфле и панакотой. Настолько нежный крем. Один слой такой песочный, как печенье песочное, рассыпчатый. Второй слой более плотный, такой шоколадный. А третий слой тает во рту. И, пожалуйста, используйте все секреты, которыми поделилась Танюша, чтобы и ваш торт, средство от депрессии, получился таким же необыкновенно вкусным. Спасибо, дорогая. Спасибо вам большое. Правда же вкусно, да? Ой, у вас такие довольные лица улыбающиеся, что можно даже ничего не говорить. Всем понравилось. Дало депрессию. Хотите, чтобы ваши волосы были красивыми и здоровыми? Это просто. Главное – выбрать правильно шампунь по типу волос. Как именно, расскажет наш стилист Роман Медный. Рома, здравствуй. Шампунь действительно имеет огромнейшее значение в уходе за волосами, но не стоит забывать и о других средствах. Но шампунь – это краеугольный камень. Если волосы правильно очищаются, то за ними потом проще правильно ухаживать. Глядя на предметы, которые ты принес, мне хочется сказать, что шампунь – это краеугольный шарик. Ну, шарик на самом деле нам окажет неоценимую помощь в определении типа волос. Это очень простой тест, который каждый из вас сможет сделать самостоятельно дома. Ну, а некоторое время назад мы провели целую серию тестов для того, чтобы выяснить, какой именно шампунь является качественным. Помог нам в этом наш эксперт Андрей Бабаев. Пожалуйста, заходите на наш сайт и смотрите этот сюжет о том, как выбрать качественный, правильный шампунь. Но оказывается, недостаточно, чтобы шампунь был просто качественным. Важно, чтобы он подходил по типу волос, да? Да, конечно же. Условно выделяем три основных типа волос. Это жирные, сухие и нормальные. Как определить свой тип и как, исходя из этого, подобрать шампунь, мы сегодня и узнаем. Для начала, результаты небольшого теста. Я попросил трех своих знакомых девушек фотографироваться в течение нескольких дней, при этом не мыть голову. И мы посмотрим, как менялось качество волос в зависимости от типа волос. Это тяжелое испытание для современных девушек, которые привыкли мыть голову практически каждый день. Но я слышала, что это не очень правильно. Да, к сожалению, это хоть и красиво, но на самом деле не очень полезно для кожи головы, потому что разрушает защитный слой. И таким образом можно испортить свои волосы, испортить кожу головы, даже получить перхоть. Как этого избежать, мы сегодня и выясним. Так давайте же скорее посмотрим результаты проведенных тестов. Первая моя помощница не мыла голову в течение трех дней. И мы видим, что в первый день голова выглядит свежей, во второй тоже неплохо, но при этом объема ощутимо меньше. На третий день мы уже видим, что волосы выглядят ощутимо грязнее. Исходя из этого, мы определяем, что у нее нормальный тип волос. Если вы можете не мыть голову в течение трех дней, при этом на второй день волосы выглядят более или менее нормально, значит, у вас нормальный тип волос. Результат следующего теста. Здесь мы видим, что девушке удалось не мыть голову в течение пяти дней. При этом мы видим, что на первых трех фотографиях волосы по своей структуре легко пушатся, и они довольно пышные, довольно объемные. И только на пятый день объем у нас начинает спадать. Это указывает на то, что волосы сухие. Если сразу же после мытья шампунем, без какого-либо кондиционера, бальзама, дополнительного средства, у вас волосы сильно пушатся, и в таком состоянии они держатся 3-4 дня, то, вероятнее всего, у вас сухой тип волос. Сейчас мы увидим результаты третьего теста. Как нетрудно догадаться, методом исключения мы понимаем, что это жирные волосы, которые уже на второй день после мытья выглядят не очень свежими. Но мне кажется, в жизни бывают еще и смешанные типы волос. Да, бывают смешанные типы волос, если волосы повреждены, если волосы окрашены, но об этом мы чуть позже еще поговорим. Конечно, девушки пошли тебе навстречу и поучаствовали в этом тесте, хотя в жизни мы обычно не додерживаем волосы до такого состояния, чтобы уже было ясно. Да, жирные волосики, конечно. Может быть, можно как-то по-другому определить тип волос без такого вот подробного длительного теста? Да, есть вариант, есть экспресс-метод при помощи шариков либо при помощи синтетической ткани. Далее в шоу. Кому из знаков зодиака Хаял Алекперов радует стримовать свой темперамент, чтобы забегать скандалу в семье? И уже незабаром, дизнайтеся, как визначити свой тип волоса за допомогою звичайной поветренной кульки. ДИВИТЬСЯ ЦЕГО ТИЖНЯ, ОВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! Думаете, выдавить прыщик – это дребничка? Это может не только зипсовать вашу внешность, а и избавить жизни. Это огромный риск заработать сепсис, заражение крови, как говорят в народе, минингит, а также массу других очень неприятных осложнений вплоть до летального исхода. Вы досы в пошуках человека своей доли, мриете про счастливую родину и наважились найти принца за оголошением? Можно наткнуться на многоженца, альфонца или даже извращенца. Как сразу распознать негидника? А просто сейчас смотрите экспресс-метод, что поможет вам правильно вызначити свой тип волоса. Есть вариант, есть экспресс-метод при помощи шариков или при помощи синтетической ткани. Я хотел бы для этого пригласить трех помощниц из зала. Есть желающие добровольцы? Девушка в розовом, выходите к нам, девушка в синим и вот замечательный оттенок бирюзовым. Здравствуйте! Какая прекрасная, красивая шеренга из девушек. Как вас зовут? Оксана. Оксана? Николь. Николь и Светлана. Какие красивые имена. И девушки красивые, да? Да. Разрушим часть этой красоты, спросим о типе волос. Как вы считаете, какой у вас тип волос? Знаете? Оксана, как ты думаешь, какие у тебя волосы? Какого типа? Ну, возможно, смешанные. Ты думаешь, что смешанные? То есть бывает иногда жирные, иногда кажется, что сухие, да? Ну, мы видим, что у Оксаны немного тонированные волосы, и, возможно, этот эффект именно из-за этого возникает. Для того, чтобы правильно подобрать шампунь, мы опираемся на то, какая у нас кожа изначально была, а не то, какое состояние волос мы получили после окрашивания или химической завивки. Ну, подожди. Если мы все время красим волосы, значит, у нас, получается, может измениться тип волос, но мы будем ориентироваться все равно на тот, который был в детстве. Тип кожи не изменится. Жирность определяется кожей головы. Просто в дальнейшем необходим особый уход за окрашенными, либо тонированными, либо завитыми волосами. Николь, ты определилась со своим типом волос? Предположительно, сухие. Ага. Ну, мы видим, что у Николи они немного пушатся, то есть, возможно, ее предположение верно. А ты как считаешь? Я думаю, что это жирные. Жирные, да. А почему, Свет? Ну, потому что второй день, это уже день, когда нужно мыть голову. Ну, вот так. Итак, проверим при помощи шариков. Я надеюсь, ты не заставишь девчонок надевать шарики на голову. Электризация – это еще один признак, по которому можно определить тип волос. И шариком действительно место на голове. Держите. Раз. Держите. Два. Держите. Три. Под цветом. Веселый эксперт. Нужно взять шарик, поднести его к голове в височную долю и потереть. И по тому, какое количество волос будет затем тянуться на электризованном шарика, мы определяем качество волос. Ой, я вижу волосы, которые электризованы. Да, при этом мы видим, что количество на электризовавшихся волос небольшое. Да. То есть, буквально несколько волосков – не основная масса. Значит, волосы у нас, вероятнее всего, относятся к нормальному типу. И Оксана превращается в пушистика постепенно. Николь, сможешь сама сделать такой тест? Думаю, да. Так. Ой, вся прическа пошла. Мы видим, что большое количество волос тянулось вслед за шариком, и после того, как шарик удалили, осталась вот эта всклокоченная часть. Можно ее просто пригладить рукой и убрать. Да. Это нам указывает на то, что волосы относятся к сухому типу. И последний эксперимент. Мы видим, что волосы никак не отреагировали на шарик. Значит, это нам указывает, что вы верно определили свой тип, у вас действительно жирные волосы. И как подобрать шампунь, исходя из своего типа волос, когда вы уже знаете свой тип, мы сейчас и разберемся. Отправляйтесь обратно в зал. Спасибо. А шарики вам на память. Теперь, когда мы уже разобрались с тем, какого типа у нас волосы, нужно научиться за ними правильно ухаживать. Да, внимательно смотрим на состав. В первую очередь обращаем внимание на компоненты, которые входят в состав шампуня. Для того, чтобы у обладателей волос нормального типа волосы не жирнились, за кожей головы нужно очень бережно ухаживать. Поэтому мы выбираем шампуни, которые содержат большое количество мягких питательных компонентов. Это витамины и минералы. Как они будут обозначаться? Витамины будут обозначаться группами А, В1, В5, ПП и так далее. Обрати внимание, витамин ПП улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, за счет этого питает корни и волосы становятся крепкими и здоровыми. И на шампуне помимо состава пишут еще способ употребления. И я на многих бутылочках с шампунем видела рекомендацию один раз помыть голову шампунем небольшим количеством и затем помыть второй раз. От этого кожа не станет хуже. Если ты используешь шампунь для жирного типа волос, то вероятнее всего таким образом ты кожу повредишь. Если речь идет об увлажняющих питательных шампунях, шампунях для окрашенных волос, то там повторное нанесение необходимо для того, чтобы за первое нанесение вы сняли с волос все средства для укладки и кожное сало. За второе нанесение вы позволяете питательным компонентам шампуня проникнуть в волос. И, кстати, рекомендуют во время второго нанесения шампунь смывать не сразу, а подержать его полторы-две минутки. И вторая группа веществ, которые должны присутствовать в шампуне для нормальных волос, это у нас минералы. Мы видим здесь магний, который имеет очень сильное антисептическое действие, который успокаивает кожу головы, который препятствует развитию каких-либо грибков, паразитов и так далее, которые могут присутствовать на коже головы. За счет этого возникает перхоть и увеличивается жирность волос. Следующий у нас шампунь для сухих волос. Сухие волосы, кроме плюса, в том, что они долго не жирнятся, имеют еще и ряд минусов. К примеру, они, как правило, тусклые по цвету, лишены блеска и очень часто кончики секутся. И поэтому крайне важно, чтобы такие шампуни содержали кератин и протеин. Почему именно эти компоненты? Кератин – это, собственно, вещество, из которого у нас состоят ногтевые кутикулы. Вот эти пластинки, которые, повреждаясь, могут лишать волосы блеска и которые, собственно, обуславливают сечение. Кератин покрывает их сверху, заклеивает трещинки, которые в них образуются. Фактически он как бы цементирует волос. А следующий компонент – это протеин. Протеин – это компонент, который обуславливает эластичность волоса и который отвечает за целостность его структуры. Из этого компонента состоит стержень волоса. Маски, шампуни с протеинами и с кератинами, они укрепляют волос, делают его блестящим, эластичным и более прочным. Скажи, пожалуйста, вот эти компоненты – протеин и кератин – работают с самим волосом. А для того, чтобы ухаживать за кожей головы, может быть, искать на упаковке, опять же, витамины и минералы, как в шампуне для нормального типа волос? Лучше всего для сухой кожи подойдет витамин Е и витамин А. Собственно, эти два витамина отвечают за гидробаланс. Если в шампуне присутствует этот витамин, то он идеально подойдет для сухой кожи головы. Если у вас очень сухая кожа и сухость причиняет вам серьезный дискомфорт, то есть голова чешется, при этом иногда кожа сухая настолько, что даже возникают какие-то шелушения, иногда самостоятельно в шампунь можно добавить небольшое количество касторового масла, либо масла зародышей пшеницы. Буквально несколько капель на баночку 200 мл. То есть 3-4 капли этого должно быть достаточно, а не больше. Прекрасный совет. А от чего же все-таки возникает сухость волос и сухость кожи головы? Во-первых, это общий тип кожи. То есть, как правило, если у вас сухие волосы, то у вас, соответственно, кожа на лице, вероятнее всего, тоже будет сухая. Во-вторых, это может происходить сезонно из-за сухости воздуха. К примеру, когда начинается зимой топительный сезон, воздух в квартирах становится ощутимо сушей. Для того, чтобы избегать сухости кожи в зимний сезон, рекомендуется использовать увлажнители для воздуха, парогенераторы. И третья причина – это дерматиты, либо какие-то отклонения уже медицинского характера. И в этих случаях, если вам сухость кожи головы причиняет дискомфорт, тогда уже нужно обращаться к доктору и решать этот вопрос в первую очередь с доктором. Ну, давай тогда перейдем к жирным волосам. Да, жирным волосам труднее всего. С одной стороны, жирные волосы нуждаются в интенсивном очищении. С другой стороны, если это очищение будет чересчур агрессивным, волосы начнут реагировать на него еще большей жирностью. Поэтому одновременно шампунь должен быть мягким. И именно данному типу волос рекомендуют шампуни, не содержащие содиум лаурисульфат и другие агрессивные очистители. То есть шампунь должен быть в целом мягкий. После первого мытья вам покажется, что волосы промылись не полностью. Но если вы будете регулярно пользоваться этим шампунем, то жирность волос снизится. Есть ряд компонентов, которые можно применять сразу. Во-первых, это цинк. Цинк мы знаем, что у нас активно используется в шампунях для борьбы с перхотью. Он имеет антибактериальное свойство, он имеет противовоспалительное свойство. И, как правило, именно агрессивная выработка кожного сала связана с каким-либо воспалительным процессом. То есть, если у вас все время были нормальные либо сухие волосы, в какой-то момент они становятся жирными, сходите к доктору, возможно, это какие-либо проблемы с желудком, либо гормональным фоном. И следующий ряд компонентов – астрингенты. Они присутствуют не только в шампунях, но и в целом в косметике. Они стягивают поры, таким образом уменьшая выработку кожного сала и таким образом снижая жирность волос. Мы говорили уже вначале, и ты обещал рассказать поподробнее о смешанном типе волос. Например, когда около головы волосы быстро жирнятся, а на кончиках секутся и совершенно очевидно, что сухие. Смешанный тип волос возникает по двум причинам. Первая причина – это какое-либо воздействие на волосы, то есть окрашивание, завивка, тонирование, увлечение жесткими укладочными средствами, увлечение феном. И вторая причина – это какие-либо расстройства в организме. То есть, если у вас долгое время был сухой тип волос, потом неожиданно кожа становится более жирной, то, вероятнее всего, что-то произошло либо с желудком, либо с гормональным фоном. Итак, если у вас волосы стали смешанным типом из-за того, что вы на них воздействовали, то есть вы их окрашивали, то необходим более интенсивный уход именно за окрашенной частью волос. То есть за кожей вы ухаживаете как за нормальной либо жирной кожей, при этом на кончике, отступая от корней волос 5-7 сантиметров, не меньше, вы наносите какое-либо питательное средство. В зависимости от того, волосы вьющиеся либо прямые, вы выбираете интенсивность питания. Если волосы прямые и изначально кожа головы была нормальной, значит вам хватит кондиционера. Если же волосы вьющиеся и кожа до этого была жирной, и при этом волосы были окрашены, то лучше использовать маски либо бальзамы. Для окрашенных волос тоже существуют специальные шампуни. Чем они отличаются от обычных? У них большее содержание именно вот этих влажных питательных компонентов. Ну а теперь как правильно мыть этими шампунями волосы? Потому что я поняла, и тут есть какие-то тонкости. Очень важно понимать, что техника мытья имеет огромное значение для ухода за волосами и кожей головы. Массаж головы улучшает кровообращение, позволяет нормализовать баланс кожи головы, позволяет сделать жирные волосы более мягкими. И правильно подобранная температура воды тоже имеет большое значение. Никогда не мойте голову чересчур горячей водой. Выбирайте теплую комнатные температуры, либо, если вам некомфортно, можете довести ее до температуры тела 36 градусов, но ни в коем случае не выше. Если у вас волосы были длинные, волосы необходимо расчесать. Если до этого вы использовали какие-либо укладочные средства, волосы тем более необходимо прочесать перед тем, как вы будете их мыть. Потому что, когда вы их намочите, укладочные средства вместе с волосами могут образовать комочки, которые будет очень тяжело вычесать, и влажные волосы просто порвутся, когда вы будете их мыть. Затем увлажняем. Затем берем небольшое количество шампуня. Размером не больше пятикопеечные монеты. Растираем его в руках, не сразу на голову, а в руках. Так он интенсивнее распределится. И начинаем массажными движениями втирать в кожу головы. Начинаем от линии роста волос и подвигаемся к центру. Движения должны быть мягкими, они должны носить круговой характер. Никогда не прочесывайте вот так вот радикально мокрые волосы. Очень аккуратно обращайтесь с мокрыми волосами. Они более хрупкие, чем сухие, и могут быстрее повреждаться. Если у вас волосы длинные, точно так же вы должны массирующими движениями пройти по всей длине. И затем шампунь смывается сначала теплой, а потом прохладной водой. Если вы смываете шампунь прохладной водой, либо просто проходитесь с прохладной водой по волосам после мытья, то волосы меньше жирнятся после. Каким средством лучше ухаживать за волосами после применения шампуня? Бальзамом, кондиционером, а может быть и то, и другое применить? Если у вас волосы относятся к нормальному либо жирному типу, лучше использовать кондиционеры. Они содержат меньше увлажняющих компонентов, и, соответственно, меньше повлияют на жирность. Если же у вас окрашенные волосы нормального либо сухого типа, тогда вам необходимо использовать бальзамы. Наслаждайтесь правильно выбранным шампунем. Давно мечтаете о новой машине, ремонте или повышении на работе? Экстрасенс Хаял Олегперов знает, как приблизиться к намеченной цели. Хаял, здравствуй. Так будут ли нам звезды помогать на этой неделе? Цей тиждень – сприятливый час для новых знакомств и решения вопросов, которые раньше казались нерозвязными. Можливо, именно сейчас вы сможете догадаться подписаться необходимым вам паперам, або же получаете долгоочековую ответственность на свои заплаты из государственных структур. Что ждет на этой неделе ОВНов? Ну что ж, будем надеяться, что ОВН Леди Гага использует свой неуемный темперамент для нового проекта, а не для очередного скандала. А что у тельцов на этой неделе? Цего тижня тельцы могут зиштопнутися с минулими проблемами, решить, який им допоможе колишний досвид. Вы также получаете возможность попробовать себя в несподеланных ролях. Можливо, вы возьмете себя за новый проект, измените свое хобби, або даже место проживания. А может быть, новую интересную роль получат тельцы Пенелопа Круз или Джордж Клуни? К чему готовятся близнецам? Близнецам этого тижня нужно приделить належную увагу решению побутовых и семейных вопросов. Вашу занятность и отстраненность близкие сейчас могут принять как байдужость, что приведет к образ и нерозумения. Берегите тепло семейных отношений. Дальше прогноз для раков. Умение раков зберегать секреты цего тижня станет их козырем. Завдяки этому вы получаете повышение, або же заслужите доверу потребных вам людей. Не стоит избавлять обороты. А что звезды сулят львам? Притаманно левам властивость не сдаваться и идти до своей мети, незважаючи на перешкоды, приведет вас до успеха. У питания финансовых не варто доверять представникам повітряних знаков зодиаку, близнюкам, стрельцям и водолеям, адже они могут не выправдать ваших сподеваний. О том, как многого вы можете добиться, поймете, посмотрев на достижения львицы Мадонны, например. Так что действуйте вы. А что у дев? И помните, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Впереди весы. Потреба швидко принимать решения может поставить Терезю в скрутное становище. Адже вам властиво долго анализовать ситуацию, прежде чем прийти до кого-нибудь висновку. Проте сейчас спонтанные решения будут наиболее правильнейшими. Просто не бойтесь быть смелыми. А для скорпионов что? На скорпионов ждут приятные встречи с старыми друзьями. На киндзю тижня вам не стоит поспешать с прийняттям важных решений, что касается финансовых вопросов. Адже это может привести до грешных втрат. Что ж, стоит быть предельно внимательными. Какой прогноз у стрельцов? Цей тиждень будет успешным для карьеры стрельцов. Сейчас на них одновременно может развалиться много вопросов. Но вы хорошо умеете планировать свой час, поэтому такая ситуация вас не злякает. А вот о чем не следует забывать стрельцам, так это о своем здоровье. Можем листья хронических заболеваний. Не понимаю, как еще успешнее может стать карьера стрельца Бреда Питта. Но поживем увидим. А дальше козероги. Для козероги в цей період – час творчого пориву. Притаманный вам креативный подход и гнучки смислення дозволить домогтися значных результатов в профессиональной сфере, благодаря чему покращается ваш финансовый добробут. Я уверена, у вас все получится. А водолеев что ждет? Водолеям цей тиждень принесет чимало позитивных изменений, которые, где больше, отвергнутся особистого життя. Так у самотних представителей знака появится шанс встретить свою другую половину. Проте, в будущем стосунке может перешкодить замкнутость и обережность притамана водолеям. Тоже не бойтесь открыть сердце для нежных почутков. Ваше счастье в ваших руках не робите. А чтобы взбодриться, выпейте чашечку крепкого ароматного кофе. Все начинается с Нес-Кафе. И напоследок рыбы. Рыбам, которые любят плывти за течею, сегодня все же верно занять активную позицию, как на работе, так и в особистом житті. Не бойтесь делать первый шаг. Смеливо двигаться вперед. Ваши начинания будут успешными. А вот с здоровьем у рыб возможны проблемы. Зерки радят им уникать стрессовых ситуаций. Будьте внимательны к себе и не забывайте. Наша с вами встреча – залог прекрасного настроения. Спасибо, что были у меня в гостях. Спасибо тебе, Хая. Субтитры сделал DimaTorzok